Некоторые европейские партнеры, как они любят сами себя называть, решили поиграть в шантаж с Европейским Союзом и Украиной в попытке выбить себе дополнительные преференции в виде повышенного финансирования и налоговых льгот. Речь в первую очередь идет о Венгрии, возглавляемой страстным поклонником Путина Гаджо Орбаном, который в попытке выслужиться перед ботоксным фюрером напрямую блокирует шестой пакет санкций ЕС против России в части нефтяного эмбарго. Доподлинно неизвестно, почему венгерский Чингачгук встал в позу, но его лояльность к России уже раздражает даже толерантных европейских лидеров, часть из которых готовы на радикальные меры воздействия по отношению к венгерским властям. Впрочем, такой топорный шантаж, к какому прибегает Венгрия, может работать в обе стороны, и у нас, несмотря на войну и остальные проблемы, есть меры воздействия на ретивых европейских партнеров. Как отметила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, аппетит Венгрии относительно фондов ЕС растет ежедневно. Очень похоже, что Орбан со своим табором поймали звездный час и решили нажиться на проблемах соседей и политической конъюнктуре, сложившейся в европейском политикуме. Действуя самым наглым образом, венгерские власти думают, что могут требовать все что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство. Однако осадить Мадьяр может даже Украина, потому что существует прекрасный рычаг воздействия «нефтепровод-дружба», по которому к Венгрии по отдельной нити прокачивается топливо. Лана Зеркаль отмечает, что с этой веткой «нефтепровода» внезапно может что-то произойти. И действительно, ситуация в Украине неспокойная, орда лютует, и любой нефтепровод, особенно такой важный для наших уважаемых партнеров, может серьезно пострадать или будет на время приостановлен в связи с тяжелой военной ситуацией. Что тогда будет делать Венгрия, как государство, не имеющее выхода к морю, а следовательно других путей снабжения энергоресурсами, предположить сложно. Вполне возможно, после такого форс-мажора аппетиты Будапешта и заискивающая лояльность к Кремлю серьезно притухнут. Любопытно, что соседняя Словакия, которая оказалась намного дружелюбнее к Украине, при таких раскладах совершенно бы не пострадала, потому что к ней идет отдельная ветка «нефтепровода» дружба. То, что об этом начали говорить вполне официальные лица, свидетельствует о серьезности намерений. Венгерские власти сколько угодно могут строить из себя вершители европолитики, но по факту эмбарго на российскую нефть им можно устроить простым перекрытием вентиля. То же самое касается украинского зерна, вокруг которого сейчас столько шороха, потому что, видите ли, без него будут голодать страны Ближнего Востока, Африки и Азии. То есть, получается, все это время, с тех пор, как Раша пошла войной, об этом как-то не удосужились подумать или просто предполагали, что Украина сольется под Москву и проблема решится сама собой. А теперь вдруг оказалось, что Украина, продовольственная сверхдержава и без поставок будут голодать в Египте и Саудовской Аравии, что повлечет за собой кризис глобальных масштабов. Прямо скажем, очень недальновидный просчет произошел по этому вопросу. Отдать в руки шизоидного деда контроль над глобальными поставками энергоресурсов и продовольствия, о таком даже Гитлер не мечтал. В сложившейся ситуации у всего мира очень мало альтернатив, кроме как обеспечить Украине победу. ООН вместе со своими миротворческими заявлениями об уступках территорий в обмен на разблокировку украинских портов может быстренько идти за российским военным кораблем. Заявлять подобное – это не только откровенно пренебрегать суверенитетом Украины, но и обрекать себя в дальнейшем на ежегодный кризис продовольствия, допустив возможность контроля поставок кремлевскими террористами. Продолжение следует...